...округа Южная Тушина, директора стадиона «Салют» Виктора Павловича Гусева. Под ваши бурные аплодисменты! Кстати, прошу заметить, что Виктор Павлович в этом году исполнится 50 лет, как он работает на стадионе «Салют». 50 лет! Добрый вечер, дорогие друзья! Хотел бы вас поздравить с началом Чемпионата мира по футболу, который пройдет в городах России. И хорошо посмотреть вам этим, сделать хороший просмотр этих матчей. Так, и что еще хотелось бы вас спросить? Может быть, какие-то лучшие вопросы будут, чтобы ответить вам? Я не знаю, я в футболе, собственно, с 14 лет начал заниматься в команде «Торпедо» в мальчиках. После этого, ну, детство проходило так, что мы, у меня вообще семья, у нас не годитная была, четверо детей. И поехал в пионерский лагерь первый раз. Там тоже проявлял себя очень хорошо, когда меня все время в пионерский лагерь, после приглашали, как говорится, каждый год. И детство у меня быстро, как будто, закончилось. В 16 лет я пошел в салон на «Красный пиатр», и там юношескую команду в футбол. Футбол, хоккей – это, в общем-то, мой вид спорта, которых я, в общем-то, собственно, связан всю жизнь. Призвали в советскую армию, то, значит, там я тоже добился результата, что был чемпионом вооруженных сил Советского Союза, призером. После этого играл в командах мастеров по футболу, в Ульяновске, в Липецке, в Саранске, на Хачкове. В этот момент я получил образование школы тренеров, институт физкультуры закончил. И потом уже с периферии меня пригласили сюда, вот, на совету работать в 68-м году. И вот по сей день я работаю здесь, в Тушино, и я с вами в Граждане вокруг. Здесь тоже, помимо футбола, я еще играл в хоккей, в команде мастеров в Козы. И после этого где-то пригласили меня в судейскую коллегию, и я обслуживал чемпионат со стороны. И вырос до судьи в союзной категории, которую я обслуживал чемпионат со стороны. Это я сказал о себе, но мне бы интересно было, если кто-то задал бы вопрос, что относится именно к футболу. Виктор Павлович, наверное, самый главный вопрос, который все хотели бы задать, какое место займет Россия на этом чемпионате мира? Это смешной вопрос, но, безусловно, какое-то место будет. Нам самое главное, это завтрашний матч будет. И мы тогда определимся, где-то посмотрим, и будем уже, можно где-то уже на что-то рассчитывать. Или наоборот, не на что будет рассчитывать. Надо завтра, конечно, первую игру обязательно выиграть. Тогда мы будем думать что-то дальше. А если мы проиграем, то, значит, кажется, все будет закончено. Спасибо большое. Мне, наверное, еще один вопрос. А были ли у нас выходцы, которые тренировались на стадионе «Салютик», которые вошли, поднялись, вышли в футбольную лигу или, может быть, попали даже в сборную? Нет, был у меня такой воспитанник, вот, Сережа Смелов, он живет тоже в Тушино у нас на бульваре, я нравился. Это мальчик, которого я перед «Динамо» за руку отвел, и через несколько, ну, через год он уже в сборной Москвы был. А потом он по команде мастеров. У Далматов тренер у него был, и он в «Динамо-2» был, потом с командой «Салютик». Далматов ушел в Сухунь, у него возле собой, потом в Новороссийск, в высшую лигу, и Сережа Смелов там играл. Были ребята у меня, которые Саша Лотов, Задоркин Андрей, которые играли в сборную Москвы. Ну, и так, были ребята хорошие, но сложно было, в общем-то, где-то подниматься, когда люди, там, 16-17 летчики на завод работают, и ясно, что они должны заниматься спортом. Конечно, это серьезное тоже дело. Наверное, в уже время просто не хватало, после того, как приходишь с работы, с завода, еще и спортом заниматься. Это, понимаете, это самое главное, как добросовестно относится этот ребенок. И если у него на первом месте будет футбол, то да, значит, надо, чтобы было и поведение, и чтобы, ну, не было вредных привычек никаких. Потому что люди идут, начинают курить, начинают выпивать. Поэтому где-то надо правильно к себе относиться. В общем, спасибо большое Виктору Павловичу. Давайте бурными аплодисментами проплатируем человека, который проработал 50 лет на судьбовый салют. Большое спасибо. Ну что ж, а на эту сцену я рад пригласить муниципального депутата Совета депутатов муниципального округа Южная Тушина, Дениса Юрьевича Буткина и начальника отдела управа правой с населением, Елену Евгеньевну Мирошникову. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей уже такой традиционной летней площадке культурного центра «Салют», которая в этом году посвящена действительно событию планетарного масштаба. И уникальная она, конечно, для нас, потому что наша страна впервые принимает столь значимое спортивное состязание после Олимпиады, конечно. Поэтому, с моей стороны, что хочется? Нам всем хочется пожелать, конечно, веры в команду, но, тем не менее, для нас это все равно праздник спорта, праздник футбола и праздник гостеприимства нашего любимого города. Всем, как говорится, хорошего вечера и хорошего настроения. О нашей команде завтра только победы. Добрый вечер, уважаемые жители района Южная Тушина. Я всех рада приветствовать на открытии территории гостеприимства в прекрасном бывшем дворце культуры «Салют». Теперь это культурный центр «Салют». И очень приятно, что такие начинания творческие, спортивные сейчас осуществляются в этом культурном центре. Я хочу, наверное, всех поприветствовать, потому что мы все с вами становимся участниками исторического события. Чемпионат мира по футболу проходит в Москве, и мы с вами реально это увидим. Может быть, не воочию все побудут на стадионе, но я думаю, что благодаря культурному центру «Салют» мы завтра будем присутствовать и смотреть матч. Первый матч открытия чемпионата мира. Поэтому я вас всех еще раз приветствую. И, как говорится, добрый путь. И я уверена, что Россия всегда будет победителем. Не важно, на каком месте, но она будет всегда победителем. Ура! Спасибо, Елена Евгеньевна, спасибо, Денис Юрьевич. Ну и буквально через несколько минут мы начнем нашу концертную программу.